Мэр города Василий Швец провел совещание с участием директоров школ, депутатов, представителей компаний, производителей и поставщиков. Главная тема повестки – организация питания в общеобразовательных учреждениях Анапы. Губернатором мы направили совещание, чтобы до 100% продуктов питания, которые поставляются в нашей школе, в нашей школе, в наших детей, были произведены у нас на руках. Мы практически полностью можем и готовы обеспечивать себя своё питание. На данный момент, действительно, у нас сегодня наш городской округ, он один из лидеров, порядка 98-97% питания поставляют в школы, а они нашего коровного производства. Вице-мэр Роман Дики доложил, как сейчас организовано питание в анапских образовательных учреждениях. В 26 школах работают столовые, в двух пользуются услугами предпринимателя. Из поставляемой продукции более 97% от кубанских производителей. В настоящее время активно распространяется практика, когда часть производственной деятельности осуществляется через профессионалов. Бизнес гарантирует качество питания, следит за состоянием пищеблока, модернизирует оборудование, работает с поставщиками и контролирует продукцию. Не менее важно сохранение функции родительского контроля за организацией питания. Сегодня в Анапе родители имеют возможность регулярно оценивать меню, вносить свои замечания и предложения. Опытом перехода детских садов и школ на аутсорсинг поделилась начальник управления образования и администрации Тембрюка. Среди преимуществ она отметила экономию бюджетных средств, которые можно направить на развитие отрасли, а также на поддержку детей из малообеспеченных и многодетных семей. Мы нацеливали и представителей комбината питания, и директоров школы, для того, чтобы сохранили тех поваров, которые сейчас работают в учреждениях. Почему? Потому что, во-первых, это рабочие места. Это те люди, которые в течение многих по 10-15 лет уже работали. Это люди, которые знают, что детки кушают. По итогам совещания Василий Швец поручил до конца марта просчитать экономическую целесообразность перехода на аутсорсинг, изучить опыт других городов, после чего будет принято окончательное решение совместно с директорами школ. На базе, например, от аутсорсинг, здесь они присутствуют, которые делают в Подмосковье, да, вы сказали? Других мы сейчас посмотрим, посчитаем. Потому что по России это же, как бы, науковом, что они делали спектр, придумали. Это же уже есть, но окраина снова где-то уже есть. Где-то в том году появилось, но есть другие, в Краснодаре, в Сочи, они работают давно. По 10 лет. Уже много где, по 5, по 7, по 10 лет. Мы просто сейчас посмотрим, кто там работает, на каких условиях, как работают. Алися Давыдова, Иван Рыбальченко, 39 канал.